Сегодня у нас в гостях политические обозреватели радио России Николай Мамулашвили. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Николай Васильевич, сейчас большинство вчерашних школьников переживает одно из самых важных, волнительных событий в своей жизни. Экзамены позади, документы в университет поданы, скоро будет зачисление. Некоторые из абитуриентов выбирают профессию журналист. По вашему мнению, какое должно быть журналистское образование и чего должно быть больше, теории или все-таки практики? Вы знаете, я сейчас открою тайну, поделюсь секретом. Дело в том, что я по образованию не журналист, я филолог. И так сложилось, что попав в журналистику, до многих вещей я доходил сам. Была практика, что называется. Но я считаю, конечно, важна и практика, и теория. И вкупе, когда человек может все это совмещать, когда он через все это проходит, я имею в виду практику и теорию, это дает хороший результат, тот, который нужен. Как вы считаете, в принципе, обязательно ли образование журналиста, чтобы быть профессионалом в сфере медиа? Вы знаете, я думаю, что желательно, но вместе с тем это не важно. Дело в том, что я, еще раз повторю, я по образованию филолог. И ситуация сложилась так много-много лет назад, что волею судьбы я попал в журналистику. Я, кстати, благодарен судьбе за это. Я счастлив вот в этой профессии. До многих вещей в журналистике я доходил сам, методом проб и ошибок, что называется. Конечно, лучше, когда человек имеет профессиональную базу, что называется, да. Он учится на факультете журналистики, он узнает много интересного, полезного и нужного. Но вместе с тем в жизни, повторяю, бывает по-разному, всяко бывает. И очень часто складывается так, что в журналистику приходят непрофессионалы, то есть не журналисты по образованию. Но между тем из них получаются очень хорошие журналисты. Проблема многих начинающих журналистов заключается в том, что в погоне за интересной подачей материала они обращают внимание на детали и не видят картину в целом. Как найти золотую середину? Вы знаете, я все-таки думаю, что для общей картинки, о которой вы сказали, детали все-таки нужны, особенно для репортеров. Потому что именно у слушателя или у зрителя, ну если мы возьмем операторскую работу, да, я имею в виду зрителя, а слушателя, если мы говорим о радио, именно из вот этих деталей и складывается образ и, возможно, видение всей картинки. То, что происходит в том или ином регионе, в той или иной ситуации, о которой рассказывает репортер. Поэтому вот золотая середина, она как бы, собственно, она и есть золотая середина. Детали все-таки нужны, вы знаете. Сейчас в мире сложилась такая сложная политическая ситуация. Какую позицию должен занимать журналист во всех этих событиях? Вы знаете, вне зависимости от ситуации, я всегда говорил и говорю, журналист должен быть объективным и правдивым. Вот это главные постулаты, мне кажется, вообще всей работы в журналистике и работы репортера. Журналист всегда владеет больше информацией, чем аудитория. А как Вы считаете, когда речь идет о серьезных для общества событиях, какой должна быть внутренняя цензура журналиста? Возможно, кто-то из коллег согласится, кто-то не согласится. Но я считал и считаю, что один из главных принципов работы журналиста, работы репортера, это тоже принцип, которым руководствуются медики. Не навреди. Спасибо, Николай Васильевич. А я напоминаю, что у нас в гостях был политический обозреватель Радио России Николай Мамулашвили. Радио России Николай Мамулашвили.